Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим будущий график XRP, что будет нам показывать монета и какие зоны покупки она нам еще может дать. Также сегодня я вам покажу метрики, по которым можно ориентироваться, чтобы слить XRP, чтобы выйти вовремя. И также сегодня мы поговорим о том, когда же все-таки уже будет запуск Flayer Network именно в сети, а именно токена Spark. И запуск Flayer, он уже на самом деле подбирается. Многие, конечно же, могут говорить, что опять-таки запуск перенесут, но как ни крути, уже холдеры Ripple, которые принимали участие в снимке, они получили токены Solagenic и получили токены SGB. О них мы тоже сегодня поговорим. Что касается, в принципе, рынка криптовалют на текущий момент времени, что нам показывает Bitcoin, что нам показывает XRP, на самом деле сейчас по рынку у нас чрезвычайный страх, все, в принципе, так и осталось. Стоит отметить, что, в принципе, здесь мы ходим в боковике, и в таком унылом боковике, когда Bitcoin его пилит, у нас, в принципе, могут расти альткоины. И, соответственно, когда Bitcoin тоже там растет в этом канале, они тоже подрастают. Вчера я показывал сделку по NEO, соответственно, которая отбила и перекрыла полностью потери по луне. В принципе, здесь это говорит о том, что даже если Bitcoin в боковике, альткоины могут стрелять на 14-19% и выше, при том, что Bitcoin практически здесь никакую прибыль почти и не дает. Это к вопросу о том, а даст ли вообще прибыль какую-то XRP. Конечно же даст, то есть здесь мы видим, что в боковике практически XRP, вернее Bitcoin, входит плюс-минус 5%. Говоря о том, какие вообще есть перспективы по XRP на данный момент времени, стоит отметить, что, конечно же, я думаю, что многие не покупают сейчас XRP, потому что боятся, потому что многие могли совершать покупки, когда Bitcoin имел стоимость около 40 тысяч долларов. Тогда люди, в принципе, держали нейтралитет и немного побаивались, но все же покупали. Сейчас, в принципе, у них эти желания покупок отбили. Поэтому здесь я считаю, что XRP, в принципе, может даже скорректироваться в зону сопротивления 48-49 центов. Соответственно, здесь она очень хорошо выделена. Если мы говорим на более такие крупные таймфреймы, то XRP сейчас находится на зоне, скажем так, поддержки. Вот она выделена. Соответственно, данная зона поддержки, если не видно, могу выделить вам, пожалуйста. И вот она находится. Соответственно, здесь это данная зона поддержки. Она себя зарекомендовала еще в 2021 году. В феврале тогда с нее пошел хороший памп. Соответственно, здесь можно рассчитывать на какой-то отскок краткосрочный. И, по крайней мере, в краткосрок мы можем, в принципе, сходить в район 49 центов и таким образом получить примерно 20% прибыли. Если мы говорим про картину, что же будет с XRP, то опять-таки мы подошли в зону покупки, где совершенно здесь понятно, что многие вполне выставляли свои лимитные ордера и выставляли их на покупку. Здесь, опять-таки, XRP у нас может вернуться в канал и торговаться в данном канале. В таком случае, естественно, у нас есть зона сопротивления. Это 74.86 центов. Но до туда, опять-таки, хочу отметить, нужно дойти. Если мы говорим про какие-то краткосрочные, опять-таки, торги, то я считаю, что до 48 центов XRP вполне должен дойти. Если мы говорим про, опять-таки, что у нас с тем, что когда же все-таки дадут нам токены, стоит отметить, что Flayer уже запустит свою сеть 4 июля. Стоит отметить, что здесь будет, конечно же, ряд, в принципе, требований, ряд действий, которые она совершит. Это и будет активированный коннектор, и будут сделаны аудиты, чтобы все было четко. И после этого, после 4 июля, уже будут, собственно, распределяться потихоньку токены. Ну и впоследствии, соответственно, будут обновляться токены, будут запускаться мосты. И мосты, например, того токена сети Songbird, то есть SGB, и, соответственно, токен Salagenic тоже, в принципе, здесь уже есть новости. То, что, в принципе, Лава Salagenic, он рассказывает, почему все-таки выбрали XRP Ledger. И, конечно же, в принципе, говоря об экономике NFT, проблемах, с которыми сталкивается создатель, художники. Здесь, конечно же, задумался данный SEO о главной проблеме высоких входных барьеров. Кроме того, он добавил пару жемчужин в виде футуристических идей о том, как, по его мнению, рынок криптовалют будет развиваться в ближайшее время. Соответственно, здесь стоит отметить, что, конечно, это скорость, это, соответственно, дешевизна каких-либо действий транзакций на DEX, SOLO. И, соответственно, здесь Salagenic, он превратился в крупнейшую, собственно, торговую площадку DEX и NFT. И все это довольно-таки быстро работает, довольно-таки шустро. И это также приводит к очень низким комиссиям за транзакции, эквивалентным практически одна, сколько там, статтысячная, да, одного XRP. И это позволяет эффективно создавать продукты на высоте. Поэтому это довольно-таки круто, и я считаю, что дальше они будут развиваться в этом направлении. И стоит также отметить, что Гарльхаус провел встречу с премьером, министром Грузии. И здесь, конечно же, правительство ведет переговоры с американской блокчейн-компанией Ripple об открытии центра корпоративного обслуживания, учитывая, что страна известна своим благоприятным инвестиционным климатом и стабильным местоположением. То есть, примерно такие же новости мы видели, когда, в принципе, блокчейн Stellar, насколько мне известно, добавила Украина, или, по крайней мере, начала, конечно же, тестировать ее технологию и технологию монеты Stellar. Поэтому здесь, в принципе, у нас на фоне вот таких новостей может быть, конечно же, вестник пампа. Что касается, значит, валидатора Ripple, то они голосуют за поправку в XLS20, и это обеспечит функцию NFT на XRP Ledger. Поэтому здесь, в результате этого тестирования, они уверены, что XRP Ledger может поддерживать дополнительную нагрузку транзакций в масштабе. Поэтому это довольно-таки тоже круто. Если мы говорим про токены, вообще сдохли они или нет, многие тоже спрашивают. Я считаю, что не они сдохли, потому что, в принципе, у нас есть здесь и объемы. Это говорит о том, что определенно кого-то данный токен, да, интересует. И это, во-первых. Во-вторых, здесь площадка еще не раскрыла свой потенциал. Ну и не забывайте, что мы еще находимся сейчас в медвежьем рынке. Начали мы, в принципе, находиться в нем с практически, скажем так, ну уже первые отголоски были в мае прошлого года, ровно год назад, да. Но здесь рынок показал двойную вершину и полноценным считается, что мы с ноября месяца находимся в медвежьем рынке. Поэтому здесь данный медвежий цикл, конечно же, будет продлеваться, но после его окончания, я считаю, что, опять-таки, эти токены, они себя, естественно, зарекомендуют. И плюс, не забывайте, что здесь SGB, то есть токен, который находится тоже на флэре, он будет, соответственно, полностью себя оправдывать. И, соответственно, запущен он будет на сети этой. И также токен Spark тоже самое. И, соответственно, данные токены я бы рекомендовал продавать после того, как они хотя бы вернутся до тех отметок, откуда они, в принципе, и упали. Если, в принципе, у вас было довольно-таки приличное количество XRP, то это хорошая сумма. Если вы будете продавать сейчас данные токены, то они ничего не стоят и практически вам ничего не дадут. Соответственно, рост, опять-таки, здесь можно положить, что будет как минимум 10 раз. Соответственно, здесь у Sologenic есть, естественно, конечно же, DEX, на котором можно торговать NFT-шками. Поэтому здесь я считаю, что токен, он будет, конечно же, скажем так, в тренде. Просто, естественно, нужно подождать. Ну и, как ранее я вам заявлял, что же у нас есть, в принципе, с вами за некие такие индикаторы, которые, в принципе, покажут нам уже high XRP. Дело в том, что когда XRP цена взлетает, то здесь также мы видим, что огромное количество кошельков начинают регистрацию. Так вот, в принципе, это можно говорить о том, что когда много довольно-таки людей начинают ломиться и регистрировать кошельки XRP. Да, да, вы не ослышались регистрировать, потому что нужно внести 10 XRP, раньше это было 20 XRP, чтобы кошелек ваш активировался. Соответственно, здесь, когда это начинается, когда довольно-таки много, огромное количество людей создают свои аккаунты, то нужно, конечно же, выходить. Вот такая небольшая метрика, небольшой лайфхак по тому, когда нужно все-таки выходить с рынка XRP. Когда нужно заходить, определенно, когда, в принципе, кошельки не регистрируются или же к монете нету каких-то там на самом деле интересов. Но когда это бывает, это бывает тогда, когда монета стоит на месте или падает, потому что, в принципе, это может произойти с любой монетой, кроме тех, которые себе зарекомендовали, биткоин или эфириум, то есть, те монеты, которые уже давным-давно упали, естественно, там холдеров поменьше. Хотя, на закуску, на окончание видеоролика хочу вам поделиться довольно-таки интересным наблюдением. По луне у нас есть Terra Luna, которая скамилась быстрее, чем XRP, хотя говорили, что XRP быстрее скамится, чем луна. Так вот, у нас есть холдеры, и здесь, соответственно, по холдерам количество данных холдеров выросло в почти 10 раз. Ну, скажем так, хорошо там твердая шестерочка-семерочка, да, то есть, умножаем данные адреса и получаем, что действительно с того момента, когда начался скам данного токена, то, соответственно, холдеров очень-очень стало больше. И стало, ну, скажем так, конечно же, в 6 раз. Соответственно, мы можем сказать, что здесь холдеры якобы надеются, что здесь сожгут Terra Luna, но на самом деле этого не будет, потому что уже, понятное дело, что уже проголосовали там другим каким-то методом, что все-таки будет Hot Fork, будет Luna Classic и так далее, там подобное. И это будет, естественно, говорить о том, что те, кто купили там луна, триллионы-триллионы этих лун, хоть вы триллион, да, купите, это ничего не решит. Это будет говорить о том, что на самом деле вы можете засесть в этом токене и практически с него никогда не выйти. Что вы получите? Так это еще одну монетку Classic, которая не будет, естественно, представлять никакой ценности. Ценность, естественно, от этой всей ситуации, от этого всего проекта, вставляет экосистема. И не более того, по UST, если, естественно, мы глянем сейчас, то по UST, естественно, здесь, ну, какие-то там движения вверх-вниз есть, но это уже не стейблкоин. Возможно, когда-то там на доллар он и вернется, но очень маловероятно. Я бы уже закрыл глаза на данный проект и не возвращался к нему. Ну, особенно, если вы спекулянт, то спекулировать уже на данном проекте, ну, бессмысленно, потому что довольно-таки призрачное будущее. И, естественно, разработчик, он даже не внушает доверия, чтобы спекулировать на данном токене. Я уже не говорю про холдеров. Хотя холдеров, конечно, стало же больше. Вот такие дела. Всем пока и до новых встреч.